Всем привет! Сегодня у нас сравнительный обзор двух бюджетных автофокусных фиксов. TT Artisan 35mm f1.8 и Viltrex 33mm f1.4. Оба эти объектива выпускаются под байонеты Fujifilm X, Sony E и Nikon Z. Viltrex также есть под Canon EF-M, ну и можно предположить, что в скором времени оба они появятся под Canon RF-S, потому что Canon вроде как наконец-то одумались и открыли свой байонет для сторонних производителей оптики. Как обычно, как счастливый обладатель камер системы Fujifilm, я буду рассматривать эти объективы больше с точки зрения работы именно на камерах этой системы. Viltrex 33mm f1.4 производится уже несколько лет, достаточно понятный, известный и популярный объектив. TT Artisan же достаточно недавно начали выпускать автофокусную оптику и 35mm f1.8 объектив достаточно свежий. Собственно, давай и посмотрим, какие у этих стекол преимущества и недостатки относительно друг друга. Если смотреть чисто по характеристикам, то Viltrex, конечно, выглядит более привлекательно. У него диафрагма открывается до f1.4 против f1.8 у TT Artisan. Максимально закрыть и там и там ее можно до значения f16. Оптическая схема у Viltrex это 10 элементов в 9 группах, у TT Artisan это 10 элементов в 8 группах. Оба объектива сделаны преимущество из металла, но при этом очень легкие. Viltrex весит 270 грамм, а TT Artisan и того меньше 200 грамм. Возможно, отчасти эта экономия по весу была достигнута за счет того, что у TT Artisan нет кольца регулировки диафрагмы, что для кого-то может быть безусловным минусом. Я, честно говоря, раньше сам не понимал, что так все загоняются с этим кольцом на объективе, можно же спокойно через тушку все регулировать, но за годы на Fuji привык сам к этому кольцу. Поэтому то, что у Viltrex оно есть, это несомненный плюс. Кольцо там, кстати, без стопов, но конкретно на Fuji Artisan диафрагма по факту регулируется все равно ступенчато, так что плавно подзакрыться в видео не получится. На обоих объективах есть порты для обновления прошивки, но сделаны они по-разному. У Viltrex на байонете порт microUSB, прости господи, который, пожалуй, даже для 2020 года, когда вышли эти объективы, был уже немного неактуальным. У TT Artisan же порт USB-C, но находится он не на самом объективе, а на крышке байонета. Возможно, это тоже позволило немного выиграть по весу, но факт остается фактом. Потеряешь крышку, объектив не обновишь. Естественно, пару слов про минимальную дистанцию фокусировки, куда же без нее. У Viltrex 33 мм, она достаточно типичная для такого объектива, 40 см. Как бы ничего особенного, можно было бы, конечно, и получше, но спасибо и на том. А вот у TT Artisan с MDF откровенно не весила, тут 60 см. Но в целом оба объектива не для съемки чего-то небольшого крупным планом, это факт. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, объективы с большой диафрагмой вообще редко хороший MDF обладают. Ну и заканчивая по характеристикам, отмечу, что оба этих объектива имеют диаметр под фильтр 52 мм, что довольно типично и экономично. А также у обоих в комплекте есть бленда. У Viltrex она более традиционная, круглая, а у TT Artisan в ретро-стиле. Еще у Viltrex есть в комплекте тканевый мешочек, у TT Artisan такой отсутствует, но, честно говоря, не велика потеря. А великая потеря для владельца камер системы Fujifilm до сих пор не состоять в чате Fujifilm в Телеграме, где уже почти 800 участников, можно задавать вопросы, делиться опытом и своими работами, а также советовать всем переходить на Sony. Теперь давай поговорим непосредственно по картинке, которую выдают эти объективы. По характеристикам могло показаться, что Viltrex будет однозначно лучше, но не все так однозначно. Во-первых, все знают, что у этой линейки от Viltrex были проблемы с романтическими аберрациями, которые кого-то напрягают. Так вот, TT Artisan в этом конкретном аспекте показывает себя гораздо лучше. Какой-то хроматики я у него не заметил. Не знаю, насколько видео на ютубе передаст это, но вот на этих примерах видно, что стойкость теллажа на снимке с TT Artisan чистая, а на снимке с Viltrex у нее края зеленые немного. Также при сравнении мне показалось, что на открытой диафрагме, а также на f1.8 у каждого, TT Artisan выдает более резкую картинку, чем Viltrex. Честно говоря, не ожидал этого и был удивлен немного, но разница, на мой взгляд, не очень большая, и по факту, не присматриваясь, можно этого и не заметить. А вот по цветопередаче получше, опять же, на мой личный вкус показался Viltrex 33 мм. Вот эти кадры были сняты с абсолютно одинаковым цветом и балансом белого. Но у TT Artisan какой-то небольшой сдвиг наблюдается. В целом, тем же балансом белого в камере или даже на посте без проблем можно это поправить, но тем не менее. Напоминаю, что если ты досмотрел видео до этого момента, но до сих пор не подписан на канал, то тебе определенно стоит подписаться. Естественно, всем интересно, как справляется автофокус на этих объективах. Если коротко, то он работает и там, и там. В плане фото никаких проблем ты с этим объективами не испытаешь. В плане же видео мне очень сложно оценивать адекватно именно работу автофокуса объектива, потому что я не понимаю, в какой момент тормозит объектив, а в какой момент тормозит сама камера. Как вот видно по этим тестам, что и там, и там ситуация не идеальна. Где-то фокус не успевает за моим движением, где-то вообще до меня не доходит. Отслеживание стояло по лицу, кстати. Камера XH2S. Но так как в реальной жизни я такое фокусное использую, в основном для формата говорящей головы, оба стекла с ней отлично справляются. Теперь, что касается цен. Вильтрекс 33 мм стоит новый где-то в районе 24 тысяч рублей. БУ-варианты на авито можно найти за 17-18 тысяч. Не забывайте торговаться, потому что продается их дофига и больше. ТТ-артизан на официальном сайте производителя стоит 19 тысяч. На Али можно купить и значительно дешевле. БУ их, понятное дело, пока особо нет, так как объектив вышел достаточно недавно. В целом я считаю, что оба объектива являются достойными вариантами, каждый со своими небольшими преимуществами и небольшими недостатками. Картинку они выдают плюс-минус одинаковую, так что смотреть уже надо по личным вкусовым предпочтениям. Хочется чуть более светлый, бери Вильтрекс. Хочется чуть более резкий, бери ТТ-артизан. Ну и так далее. Если посмотреть, что еще есть в диапазоне фокусных и этом же под Fujifilm X, то можно обратить внимание на родной XC35mm f2, его металлического и погодозащищенного собрата XF35mm f2. У них автофокус для видео будет существенно хуже. Есть также еще более старый XF35mm f1.4, у которого картинка для фото будет прям очень классная. Из неродных есть Sigma 30mm f1.4, которая будет подороже. Ну и, конечно, есть новый Fujifilm XF33mm f1.4 с ценником в районе 60-70 тысяч, но вот вопрос, стоит ли он того, остается открытым. Если хочешь подробнее посмотреть про каждый из двух сегодняшних объективов, то вот отдельные обзоры на них. В описании также оставлю ссылки на обзор XC35mm и его сравнение с Вильтрексом. Как обычно, надеюсь, это видео было полезным для вас. До новых встреч в новых видео. Пока!